Через неделю в Дубае откроется новый ипподром стоимостью 2 миллиарда долларов, который будет принимать самые дорогие бега на планете. Но сегодня это лишь скелет. Палы не готовы, стены не готовы, кондиционирование, механическая часть, крыша. Практически ничего не готово. Закончить лучший ипподром мира и открыть его с помпой, возможно, это самая сложная гонка. Суперсооружение. Ипподром в Дубае. Дубай. В этом городе гигантов появилась новая звезда. Ипподром Мейдан. Футуристическое строение, имеющее 1600 метров в длину. Самое длинное строение подобного рода на планете. Если поставить его вертикально, оно окажется в 4 раза выше Эмпайр-стейт-билдинг и обойдет самое высокое строение на Земле Бурж-Халифа. Это не просто ипподром. Здесь и людей, и лошадей ждет пятизвездочная роскошь. Зрители могут наблюдать за действом на самом большом экране в мире. Пока лошади соревнуются не на одной, а на двух уникальных дорожках. На новой травяной дорожке и на высокотехнологичной дорожке с синтетическим покрытием. Этот совершенный ипподром стоит более двух миллиардов долларов. Но он дает Дубаю шанс стать мировой столицей лошадиных бегов. Всего через семь дней Мейдан примет самые дорогие бега в мире. Кубок мира Дубая. Есть только одна загвоздка. Ипподром не готов. Чтобы успеть в срок и устроить захватывающую церемонию открытия, лучшим в мире придется показать, на что они способны. Руководитель проекта Бен Хо из Куала-Лумпура возглавляет команду, чьей задачей является завершение работ. Все вымотаны, даже рабочие устали, но необходимо собраться. Думаю, главное сейчас не терять сосредоточенности. Хавьер Барахас из Чикаго, отвечающий за состояние дорожек, должен создать идеальное травяное покрытие. Можете называть это адреналином, но я называю это нервным срывом. Каждый забег заставляет затаить дыхание. Легенда пиротехники Фил Груччи из Нью-Йорка планирует беспрецедентное огненное шоу для церемонии открытия. Это довольно сложное действие. Если взглянуть на это с точки зрения сложности, это самый высокий уровень. Но до фейерверков венгерский пилот-истребителя Ласло Тотт проведет захватывающее воздушное шоу. Нужно быть немного сумасшедшим, чтобы сделать это. Эти четверо — лишь часть из многотысячной международной команды. И перед всеми стоит одна и та же масштабная задача — закончить постройку Мэйдана всего за семь дней. Высоко над беговыми дорожками руководитель проекта Бен занят окончательной доводкой. Что осталось сделать? Думаю, главное на этом участке — это потолок, стены и полы. У Бена еще много работы до окончания небесного пузыря Мэйдана. При длине почти в три футбольных поля эта сложная сеть из более чем 5000 стеклянных треугольников буквально свисает с крыши. Через неделю этот пятизвездочный банкетный зал примет 3000 высокопоставленных гостей. Гостей, которые уже купили билеты. Команда Бена должна закончить стены, полы, освещение, кондиционирование, эскалаторы, туалеты и многое другое. Думаю, главная сложность этого проекта, и все со мной согласятся, — это время. Нам дали так мало времени на завершение столь сложной задачи. Поговорите со всеми, они постоянно дергают вас с этим контрактом. Время, время. К сожалению, это единственное, что мы не можем им дать. Сроки установлены, и нам необходимо все завершить в срок. Для Мэйдана время всегда было главной проблемой. Три года назад правитель Дубая, шейх Мохаммед Ибн Рашид Аль-Мактум, поразил мировое сообщество любителей скачек. Он объявил о постройке гигантского ипподрома, который примет 15-й Кубок Мира Дубая. Эта новость также удивила создателей Мэйдана. Они просили пять лет. Чтобы превратить это в это. И после того, как срок работы был сокращен на два года, команда строителей перешла на повышенную скорость. Рабочие вогнали в землю 7,5 тысяч опорных свай всего за три месяца, поставив Мэйдан на якорь в этом море песка. Затем началась работа над главным зданием. Каждый день на этом участке пустыни трудилась армия из 5 тысяч человек, превратив его в самую оживленную строительную площадку на земле. Мэйдан начал принимать очертания. Рабочие закончили конструктивный скелет главного здания Мэйдана длиной в 1600 метров, включая десятиэтажную главную трибуну ипподрома и первый в мире роскошный отель, расположенный вдоль главной дорожки. Прошло больше года с момента начала строительства, а главные сложности еще впереди. Архитекторы спроектировали крышу в форме полумесяца, символа власти и могущества в восточном мире. Крыша весом больше 6 тысяч автомобилей простирается на 400 метров, что больше высоты Эйфелевой башни. И держится всего на 12 опорах. С каждого края консоли крыши простираются вне опор в открытый воздух на рекордное расстояние — 84 метра. Строители установили крышу всего за три месяца. Привлекая море рабочей силы и используя почти 24-часовые рабочие смены, команда Мэйдана сумела сделать невозможное. Осталось 7 дней до открытия. Внешняя отделка главной трибуны Мэйдана подходит к завершению. Но внутри — лишь пустая оболочка. Эта комната будет кухней для ресторана в небесном пузыре. Плитка на стенах, потолок и полы. А чтобы установить потолок, мне нужно сделать освещение и все остальное. У меня осталось 6 дней, чтобы все это закончить. Думаю, справлюсь. Мы вкладываем много человека часов. Люди работают днем и ночью, в 24-часовых сменах, просто чтобы все здесь закончить. Я готов сорваться, серьезно, я очень нервничаю, но надеюсь, что мы справимся. Справимся, обязательно справимся. Это первая работа Бена в качестве руководителя проекта. Это пока самое трудное, с чем мне приходилось сталкиваться за всю мою жизнь. Команда рабочих Бена набрана по всему миру, и общение затруднено. Но он знает, как донести свою точку зрения. Нужно просто говорить громко. Если громко, они слушают. Нужно говорить лишь несколько ключевых слов. Работа должна быть сделана немедленно. Вот и все. Нужно закончить. Вон там, вон там. Каждый час, каждые минуты сейчас для меня много значит. Я не могу терять ни часа. Все должно быть закончено. Время выходит другого пути, просто нет. Снаружи часы тикают, и для отвечающего за дорожки Хавьера. Его отец заботился о дорожках знаменитого чикагского ипподрома Арлингтон-Парк, где Хавьер научился своему ремеслу. Не знаю, возможно, это и в крови. Но если мой сын тоже захочет заниматься дорожками, я настучу ему по голове и скажу нет. Хавьеру было необходимо создать дорожку с травяным покрытием мирового уровня в пустыне, где всего полгода назад парковались краны. Используя высокотехнологичные газонные машины, ежедневно выливая на газон объем воды, равный двум бассейнам олимпийского размера, а также благодаря круглосуточной любви и заботе, Хавьеру удалось озеленить эту пустыню. Теперь его задача — довести дорожку до идеального состояния для самых быстрых лошадей в мире. И это жаркое дело. Это непросто. Вы видите, становится все жарче. Это большой стресс для растений. Кончики начинают желтеть и даже обгорать просто от того, что становится так жарко. Сейчас 35 градусов Цельсия, а Райграс не любит такой жары. Для Хавьера нет незначительных деталей. Поезжай полным ходом, но поплавнее с газом. Тебе некуда торопиться. Хавьер измеряет идеал в миллиметрах. Мы стрижем траву дважды в день и срезаем лишь чуть больше половины сантиметра. Вроде как девушка, которая обстригает секущиеся кончики волос. Трава — лишь половина проблем Хавьера. Ему также необходимо добиться идеальной почвы. Вот отличные корни, 15 или 18 сантиметров. Видите, как легко крошится. Только прикоснись, практически тает. Если газон будет мягким, это замедлит бег лошадей. Если он слишком тверд, немного неровен, или в нем есть хоть малейшие выбойны, это ставит под угрозу здоровье одних из самых дорогих животных в мире. Хавьер вскоре узнает, достойна ли его работа титула дорожки идеального ипподрома. Через шесть дней, будет он готов или нет, Мэйден откроется миру. И командам, занимающимся церемонией открытия, нельзя терять ни минуты. При предположительной стоимости в 60 миллионов долларов, церемония открытия Мэйдена будет не просто масштабной. Она будет грандиозной. Именно поэтому здесь находится этот человек. Фил Груччи раскрашивал небеса на пяти церемониях открытия Олимпийских игр, на семи инаугурациях президентов, и на открытии Палм Джумейра в Дубае, самым крупным пиротехническом шоу в истории. Для грандиозного открытия Мэйдена Фил решается установить еще один рекорд. Это будет сокол, шириной в милю, нарисованный лишь огнем. Мы пытаемся создать образ сокола в небе. Если вы посмотрите на комплекс, на парковку позади главной трибуны, она имеет форму сокола. Оперение крыльев, голова, глаза, клюв. И мы просто следуем за очертанием всех этих балок, консолей и остальных элементов, образующих парковку. Каждый из 700 точек произведет выстрел в очень точной последовательности, изнутри к краям, чтобы казалось, что это крылья сокола, которые он расправляет и отталкивается, чтобы взлететь. Мы записали звуковое сопровождение, там мощный звук, разрезаемого перьями воздуха, и вы услышите этот звук, когда сокол взмоет ввысь. Фейерверки и пиротехника будут все это повторять. Это просто невероятный образчик высокоточной пиротехники. Фил сотни раз создавал его в условиях виртуальной реальности. Но он так и не будет знать, удастся ли это в реальности до самой ночи открытия. Мы только подошли. Председатель комиссии хочет устроить еще одну демонстрацию сегодня около 9 часов. Только 30 или 50 комет. Без воздушных разрывов, только 50 простых комет. У нас нет возможности отстрелять столь масштабную программу лишний раз или два, чтобы произвести какие-то уточнения. Именно это и делает проект столь захватывающим. У нас только одна попытка, так что давление намного сильнее, равно как и вознаграждение. Торжественное открытие Мэйдена будет показано по всему миру. И гигантский сокол Фила установит пиротехнический рекорд. Но только если взлетит. Команда Фила установит 20 тысяч взведенных детонаторов и соединит их более чем 300-ми километрами капеля, скоординировав их при помощи более чем тысячи специальных компьютеров. И одни лишь логистические вопросы этого проекта настоящий кошмар. На летном поле неподалеку от Мэйдена еще одна команда готовится к церемонии открытия. Капитан Ласло возглавит свою эскадрилью в невероятном выступлении. Это не представление среди публики. Это эскадрилья пилотов сверхлегких самолетов. Это удивительные парни. На лицо они просто уроды, но это замечательные парни с добрыми сердцами. 98, почти 100% своей жизни они посвящают авиации. Они просто очень любят свои самолеты. Они женаты на своих самолетах. Их самолеты Apollo Jetstar весом меньше 500 килограммов. Эти машины способны поднять в воздух двоих человек благодаря мощному четырехцилиндровому двигателю Rotex. В ночь открытия они попытаются поставить рекорд для сверхлегкой авиации. Совершить смертельно опасный пролет над главной трибуной Мейдена на 15 сверхлегких самолетах с пиротехническими зарядами на крыльях. Мы всегда отрабатываем хореографию полета. Это напоминает совместный танец. Поэтому мы отрабатываем точную последовательность на земле и делаем это по три или по четыре раза в день. Проблема заключается в том, что лишь половина самолетов Ласла прошли таможню. В качестве бывшего летчика-истребителя ВВС Венгрии он провел в воздухе почти 30 лет, но никогда еще не пробовал совершить ничего подобного, как и его эскадрилья. Мы делаем почти невозможное. Воздушная мечта Ласла превращается в кошмар. Осталось пять дней. Прибывают звезды шоу. Каждая чистокровная лошадь может стоить до 15 миллионов долларов. У них есть даже консьерж мирового класса. Менеджер международных конюшен Мэйдана Фергал Купер. Могут возникнуть различные проблемы. Появится необходимость что-то сделать, выйти на дорожку или лошадь получит травму и нужен будет ветеринар. Моя задача сразу их успокоить, чтобы они знали, кому обращаться, если что-то потребуется. Сегодня Фергал встречает прилетевших гостей. Хорошо, ребята. Как путешествие? Кто это здесь? Спанишмон. Ясно, хорошо. Кто-нибудь из вас купался, нет? Купался? Это о лошадях, не о людях. В этом отеле для лошадей имеется даже бассейн. Этот малый собирается искупаться. Видите? У него нет никаких проблем. Он будет купаться каждый день. Делать два круга в бассейне. Как только вода поднимается ему выше колен, он с радостью заберется в воду и поплывет. У скаковых лошадей очень хрупкие ноги. И ежедневное воздействие тренировок на различных поверхностях может привести к малым и серьезным травмам. И среди прочего, происходящего за кулисами, они плавают. Многие скачки выигрываются, потому что у тренера есть доступ к бассейну в такое утро, как и это. Так и тянет залезть туда самому. Затем утреннее мытье и изысканная еда. В конюшнях Мейдена лошади могут получить все, что пожелают. Некоторые кладут в корм фарш. У нас даже были тренеры на другом объекте во время Кубка мира. Думаю, это была лошадь из Японии, и ее кормили перепелинами яйцами. Когда эти лошади будут соревноваться, они побегут по высокотехнологичной поверхности, называемой таппета. И Майкл Диккенсен отвечает за эту синтетическую дорожку. Моей целью было создать синтетическую поверхность, такую же хорошую, как трава. Нам пока не удалось этого добиться. Но можно сказать, что наше покрытие лучше травы во время дождя и лучше травы, когда дождя нет, потому что она становится слишком твердой. Покрытие состоит примерно на 80% из песка и пяти видов волокон, чтобы его связать. Немного резины, полиэстера и три вида воска. Но наша формула это почти как формула Кока-Колы, мы не рассказываем о ней. У Таппетой есть несколько ключевых преимуществ. Она намного безопаснее для лошадей, чем грунт, который она заменяет. Ей нужно лишь 10% воды, требующейся траве. Моя задача была создать здесь равные условия для лошадей со всего мира. Покрытие должно было быть не твердым, но и не рыхлым, и без неровностей. Как спринтер со стартовых колодок, лошадь отталкивается задними ногами, но ей необходима устойчивость, чтобы оттолкнуться. Именно это и является нашей целью. Три дня до открытия. Строительство самого роскошного ипподрома мира выходит на финишную прямую. Дизайнеры устанавливают элементы декора из чистого золота. Каждый из 15 лифтов Мэйдена может похвастаться поручнями, заполненными кристаллами Сваровски и экранами, показывающими скачки. На самом деле в Мэйдене за скачками можно наблюдать практически отовсюду. Из одного из семи ресторанов мирового уровня, с балкона вашего пятизвездочного гостиничного номера, даже из бассейна, расположенного на крыше. Но лучше не забыть кошелек, потому что в ночь открытия номер в отеле сделает вас беднее на 3000 долларов. А полный люкс до пяти миллионов долларов. За 72 часа до открытия одна важная вип-зона еще далека до завершения. Напряжение дает о себе знать у руководителя проекта Бену. Я кричал на рабочих. У нас работает около 200 уборщиков каждый день, чтобы чистить стекла, собирать все, убирать, не нужно из прохода. Вот почему я сорвал голос. К счастью, он потерял голос не впустую. Чудесным образом небесный пузырь обретает форму. нам нужно завершить доводку и все остальное сегодня. Сегодня ночью мы соберем свои вещи, почистим ковер, уберем леса. Завтра придет команда ресторана, и они займутся устройством. Завтра останется лишь убраться. Убраться, и все, готово. Даже кухня, которая так волновала Бена, принимает очертания. Все готово к запуску и работе. Заканчиваем, все отлично. И когда все, кажется, идет как нужно Бену, в последнее мгновение его высочество шейх Мохаммед делает еще один запрос. Он желает использовать один из вип-коконов небесного пузыря в вечер открытия. Коконы — это стеклянные шары, свисающие с крыши полумесяца. После королевского люкса они будут самыми роскошными местами Мейдена. К несчастью Дэна, окончание работ здесь довольно далеко. Это вип-кокон десятый уровень. Мы сейчас работаем 24 часа в сутки, просто чтобы подготовить это место. Это практически невозможно, но мы справимся, мы его закончим. Рабочим необходимо уложить ковер, установить потолок и освещение. И даже закончить ванные. Бен также обеспокоен климат-контролем. Нам необходимо запитать кондиционирование, самое позднее, сегодня или завтра утром, чтобы запустить его и проверить Кубку мира. Без кондиционирования ничего не получится. Особо важным персонам необходим комфорт. У Бена есть лишь 70 часов. Не только, чтобы закончить эту комнату, но и превратить ее в то, что достойно королевского одобрения. Нам просто нужно верить, что это возможно сделать и что это будет сделано. Осталось 48 часов. А у капитана Ласло до сих пор лишь половина самолетов для репетиции. Мы делаем почти невозможно. Остальные ползут через таможню. Все группы, выступающие на открытии, начинают собираться к полномасштабной вечерней репетиции. Ласло необходимо освободить свои самолеты или его команда отправится на церемонию открытия опасно неподготовленной. Тем же вечером другие команды церемонии открытия репетируют свои роли в общем выступлении. Фил повторяет некоторые из своих пиротехнических пьес. Хавьер подстригает свою траву еще раз. Лошади и Жакеи пробуют газон перед днем открытия. Даже светодиодная подсветка главной трибуны и световые шоу проходят проверку. Половина его сверхлегких самолетов все еще на таможне и Ласло с тревогой ждет своих пилотов. Привет, Дебби. Эти сверхлегкие. Даже элементарная связь не дается без борьбы. Невозможно ничего контролировать, когда столько людей в эфире. На церемонии открытия его эскадрилья должна пролететь вовремя, чтобы пиротехника Фила их не сбила. Но их очередь еще не подошла. Совершенно нет никакой связи ни с кем, Дебби. Я пытаюсь связаться с шести уже 10-15 минут, никто не отвечает. Прибывает эскадрилья. но они упустили свою очередь в этой финальной репетиции. И стресс начинает брать свое. Во время этих шоу напряжение огромное. Видите, у меня нет волос. Все потерял во время этих шоу. Ипподром Мейден открывается всего через 24 часа. И пока в помещении прибывает все необходимое для главного вечера, армия из более чем тысячи уборщиков должна очистить и отполировать все до блеска. Нужно натереть до блеска более полумиллиона столовых приборов, 200 тысяч тарелок, чашек и блюдец. Показывать дорожку ипподрома будут телевизионные экраны по всему миру, поэтому смотрящие за ними ничто не оставляет на волю случая. Меня по-настоящему устраивает то, в каком состоянии она сейчас. Я не могу просить о большем, но мне хочется большего. Хавьер чувствует ответственность. Ему нужно обеспечить безопасность самых дорогих лошадей мира. Можете назвать это адреналином, я называю это нервным срывом. Это трава плод любви Хавьера, отнявшие у него каждый час бодрствования нескольких последних месяцев. Как родитель, растящий ребенка. Когда вы отправляете ребенка в колледж, вы все равно волнуетесь, как у него дела с учебой, получает ли он хорошие отметки. Не могу поверить, что я сравниваю это с моими двумя детьми. Неудивительно, что они ревнуют к этой траве. А высоко над газоном у Бена Аврал. Нам нужно сделать это. Все за ближайшие 24 часа, даже нет, того. Нам нужно закончить, собраться и уйти. Строительство в главном зале небесного пузыря завершено. Только убраться, проверить, что все гидрокоммуникации в порядке, все розетки работают, осталось в основном проверка. Но вип-кокон наверху еще далек от финишной черты. Его высочество шейх Мохаммед прибудет сюда со своими гостями через 20 часов. Команда Бена должна уложить ковры, закончить ванны и установить мебель. Это еще одна комната, требующая королевского обхождения. Если я скажу вам, что всегда верил, что смогу это закончить, то совру. Иногда я думаю, что больше не смогу этого сделать. Все вымотаны, даже рабочие вымотаны. Необходимо собраться. Думаю, главное, чтобы добиться цели, это сохранять концентрацию. Я думаю, именно так. Бен Горрес вернул, чтобы довести проект до этого состояния. Но теперь каждая секунда на счету. 6.45 утра. Сегодня Мейдан откроется миру. Ипподром готов. Строительство завершено. Небесный пузырь готов принять 3000 своих гостей. Все, что осталось доделать, это ВИП Кокон. Проработав всю ночь, команда Бена совершила чудо. Две недели назад здесь был лишь один беспорядок. И никто не верил, что нам удастся это закончить. они лишь качали головами. Вот и все. Бен посрамил всех критиков. Идеальный ипподром блестит, полностью завершенный. И публика ждет, не дождется увидеть Мэйдан во всей его красе. Участники церемонии открытия теперь должны не отстать от успеха строителей и показать идеальное шоу. На аэродроме команда сверхлегких самолетов почти готова. Но хотя таможня наконец пропустила все их самолеты, эскадрилья совершила лишь один пробный вылет для отработки своих дерзких маневров. Команда Ласло должна пролететь над главной трибуной точно по окончанию речи правителя Дубая, продолжительность которой невозможно предсказать. Эскадрилья Ласло физически не может кружить на одном месте больше 30 минут. Он пытается уточнить, когда закончится речь. Но координатор мероприятия Дебби Кроншоу не дает точного времени. Я не могу дать вам никакого времени. Просто не могу. Я не могу заставить их кружить слишком долго. Сколько они продержатся? Они могут продержаться 4,5 часа, но физически это очень тяжело из-за того, что им нужно удерживать строй, так что если вы бы могли дать мне сигнал за полчаса? Нет, я не могу. Это крайне сложно для меня. Почти невозможно. Ласло удается договориться о 30-минутном графике ожидания с одной натяжкой. Ласло, это будет примерно 30 минут. Впереди еще несколько часов, но, похоже, все ополчилось против Ласло. Фил прибыл на ипподром для окончательной настройки своего невероятного пиротехнического шоу. Наша репутация хороша лишь настолько, насколько хорошо наше последнее выступление. Требуется более чем тысяча мини-компьютеров, чтобы скоординировать столь сложную последовательность. Но лишь одна сгоревшая цепь способна испортить шоу. Компьютер говорит, что тут что-то, чего быть не должно. Необходима стопроцентная непрерывность. На деле у нас один модуль 1732 отказывает, а на следующем 1732 он отображается как рабочий. Так что пока не ясно. Пока Фил и его команда готовятся на перегонки со временем, лошадей переводят из конюшен под трибуну. Там они защищены от шума и нервозности толпы двумя километрами шумоизолированных туннелей. Снаружи трава Хавьера проходит первое испытание. Семь забегов предшествуют Кубку мира. С общей суммой свыше 25 миллионов долларов призовых вечер достигает апогея во время Кубка мира с призовым фондом в 10 миллионов долларов, из которых победитель получает 6. 70 тысяч фанатов бегов прибыли со всего мира, чтобы наблюдать за самыми дорогими лошадиными скачками и вкусить всей роскоши этого ипподрома. В общей сложности будет подано около 100 тысяч порций кушаний. Фанаты также съедят тысячи лучших в мире устриц и лучшей черной икры, которую только можно купить за деньги. Вместе с этим будет выпито шампанского более чем на полмиллиона долларов. А тысяча человек прислуги обеспечат, чтобы великий день для Мэйдена прошел без сучка и задоринки. Атмосфера накаляется. До Кубка мира осталось лишь три часа и еще четыре забега. В 12 километрах от ипподрома на летном поле пилоты капитана Ласла возвращаются с последних пробных полетов. Самое сложное в том, что мы не знаем точного времени, когда нам нужно быть на цели. Если погода будет ветреной, если будет турбулентность, то довольно тяжело держать строй. Так что я надеюсь, что направление ветра останется как сейчас и будет спокойно. Тогда у нас будет красивый строй, иначе это станет напоминать полет гуся над озером. Посмотрим. Все это сделать довольно сложно. Посмотрим. Но всего через несколько минут погода меняется. Ветер усиливается. Это плохо. А в пустыне это все, что нужно для начала песчаной бури. самые дорогие скачки мира начинаются через 90 минут. Когда они закончатся, фанаты ждут захватывающего финала. Но приближающаяся песчаная буря может поставить под угрозу феерию фила. Сейчас песчаная буря немного стихает, но возможно я слишком надеюсь. ветер все еще сильный. И у нас полтора часа до начала программы. Так что мы надеемся, что буря утихнет. Нам на радость. Все пиротехники на местах ждут своей очереди у своих пусковых консолей. Будем надеяться. Расчетное время 20.50. Теперь уже ничего нельзя сделать. Это как машина, катящаяся под откос без тормозов. Мы лишь наблюдаем, смотрим, чтобы все были на местах. Ветер перемен дует так, как хотелось бы Филу. Но для капитана Ласло и его команды сверхлегких самолетов он может означать катастрофу. Ласло в воздухе и на готове. У нас может быть вероятная задержка. При ветре им тяжело удерживать строй. Ласло старается наладить связь с командой, в то время как они пытаются удержать строй при сильном ветре. Им просто лень нажать кнопку, чтобы поговорить со мной. Они знают, что просто убивают мои нервы. Чем дольше они ждут, тем выше шанс, что случится что-нибудь плохое. Все выступление находится во власти координатора мероприятия и ее сообщение о пятиминутной готовности. Ласло остается только ждать. Ласло вызывает Дебби. Команда ждет пятиминутной готовности. Под ним начинается церемония. Ласло пятиминутная готовность для сверхлегких. Пошел. Ласло наконец получает свою очередь. но уже поздно. Пилоты задерживаются. Как далеко они ласло? Если они не смогут наверстать упущенное время, столь важный момент может быть испорчен. Пилоты отчаянно стремятся выдвинуться вперед. Ласло беспомощен и может лишь с надеждой смотреть в темное небо. Они действительно запаздывают. Если не уложатся в две минуты? ласло ласло и не будут над местом через 15 секунд. Наконец сверхлегкие появляются к большому облегчению для ласло и восторгу толпы. пилоты зажигают огни фейерверков. Но не все идет гладко. что-то не так с огнями. Половина фейерверков эскадрильи не загорается. У ласло нет времени заниматься проблемами. Через считанные секунды тонны взрывчатки заполнят воздух. Его пилоты должны уйти на безопасное расстояние. Хочешь, чтобы мы ушли из района? Внезапно перед Филом возникает собственная смертельно опасная проблема. Когда Фил уже готовится запустить свою пиротехнику, его высочество шейх Маханат и его свита внезапно направляются прямо к парковке прямо под тысячи пиротехнических зарядов Фила. Филу нужно действовать быстро. У нас сообщение прямо в Сокола. Сокол в режим ожидания. У нас чисто? Сейчас уже чисто, нет? Он еще не вышел? Все планы Фила могут пойти прахом. Просто задержите его. До пуска осталось меньше минуты, а Фил все еще ждет. Итак, у нас чисто? Когда оставалось всего 16 секунд, Фил получает разрешение и активирует свою пиротехнику для финального шоу. Все чисто, да. 10 секунд. 10 секунд. Все готово к пуску. Но взлетит ли сокол. Смотри, смотри, сокол взлетает. Полагаясь на опыт нескольких поколений своей семьи, Фил и его команда проводят идеальное пиротехническое шоу. Ласло также вздыхает с облегчением. Теперь его пилоты в безопасности. И вечер для него приносит неожиданную радость. Сегодня было просто невероятно. Нам только что позвонили друзья из Европы, нас показывали в прямом эфире по CNN, BBC, NBC, на спортивном канале Дубая, и наши друзья это смотрели. Мы думали, что прямой эфир будет лишь по одному каналу, а получили пять международных эфиров. Это просто фантастика. Для Ласло это конец дня с такими резкими взлетами и падениями. Так всегда бывает. У нас настолько много трудностей, вы представить себе не можете, но всегда все получается. Миллионы зрителей 50 тысяч фанатов в Мэйдоне ждут этого момента. Следующие две минуты войдут в историю лошадиных скачек и сделают кого-то на 6 миллионов долларов богаче. И скачки Куба мира в Дубае начались. Как скоростной забег с целью построить сам Мэйдон, судьба Кубка мира решается в последний момент. Подходящий финал для столь невероятного вечера. И сказочное открытие для Мэйдона. Я перевозбужден, не думаю, что удастся сегодня заснуть. Я психически совершенно вымотан, физически опустошен. Возбуждение поможет мне бодрствовать всю ночь, и поверьте, мы будем веселиться до утра. Это действительно прекрасное ощущение. прекрасное. Я просто поражен и действительно счастлив. Возможно, вам так не покажется, но я просто не могу перевести дух. Вся тяжелая работа принесла свои плоды. Команда Мэйдона празднует самые дорогие бега в мире и международный успех. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Денис Некрасов. КОНГ Арк-ТВ. СКИЛИ Арк-ТВ. Бальдов и М по-